Продолжение следует... Он имеет 16 лет опыта в игровой индустрии, выпустил 9 игр, прошел путь от UA-артиста до арт-директора на ААА-проекте. Тогда я передаю слово вам, Евгений. Всем хорошей лекции. Удачи. Привет, коллеги. У меня, наверное, лекция с артом связана исключительно в свете карьеры художника. И не очень она специфическая, но, надеюсь, быть полезным. В принципе, получить подобную информацию довольно сложно на территории бывшего Советского Союза, поэтому я, пожалуй, начну. Так, меня зовут, как уже сказали, Евгений Дуранин. Я действительно имею обширный опыт работы в игровой индустрии. Хотя по образованию я вовсе не художник, а закончил политех и специальность моя системный аналитик. С одной стороны, конечно, немножко сожалею о том, что не получил в свое время художественное образование. Но могу сказать, что техническое образование все равно помогает в изучении чего-то нового. Обычно получается анализировать какие-то новые системы, новые знания и новый опыт. Вот. Прошел действительно путь с ГСК, компанией от UI-артиста и далее занимался и спецэффектами, и концертатом. Вот. То есть имею определенный опыт и работы в поле, так сказать. Сейчас, помимо арт-директорских своих задач, иногда все-таки удается мне и самому порисовать концепт-арты. Тут, перед самой презентацией, она была полна, так сказать, визуала, но не удалось полностью его завалидировать с HQ, с хэдкоттером. И поэтому остались только исключительно персональные работы и тот контент, который уже был зарелизен Ubisoft в рамках Watch Dogs Legion. Вот. Также имею опыт еще и инди-разработки, в общем-то, и казуальной. Поэтому довольно обширное у меня познание в геймдейме. Так. В компании Ubisoft я с 2018 года. Изначально там, в общем-то, вакансии были связаны исключительно с UI-м, и попал я на проект Trials Rising, наверное, не самый популярный проект, но был такой челлендж для киевской студии, и эта игра во многом была выпущена силами киевской студии. Туда я попал сеньор UI-артесом, а заканчивал уже лидью UI-артесом, в общем-то, управляя разработкой UI как Киева, так и Хельсинки команды. И с 2019 года я арт-директор на проекте Watch Dogs Legion. Это получилось, поскольку уже арт-департмент развился, и появились новые Job Family, и поэтому, в общем-то, мы достаточно большую часть работы по Watch Dogs Legion тоже выполняем сейчас, наверное, больше по пост-лаунчу, но в основную игру тоже наши работы вошли. Вот, так что ж такое AAA-игра, и почему присутствуют некоторые особенности в работе арт-департмента на AAA? Почему все туда хотят попасть? Может быть, не все, но большое количество людей. Я из Википедии привел определение AAA-а. В общем-то, если его формализировать, то это, наверное, блокбастер в киноиндустрии и AAA в гейм-индустрии. Вот. Соответственно, как бы, помимо большого бюджета на разработку, обычно на маркетинг, естественно, тоже приходятся большие затраты, и благодаря этому подобная AAA-игра выходит за рамки узкого круга людей, которые о ней слышали, и масс-маркет тоже, как правило, знаком с этой игрой, с ее особенностями, визуалом, в частности. Вот. Соответственно, какие, в принципе, какая мотивация может присутствовать у художника, что ему, что его вдохновляет работать? Наверное, две составляющие я бы выделил. Это его признание и также, естественно, материальная составляющая. И как это связано с AAA-им, я уже вкратце сказал, наверное, массовое признание, оно весит больше, чем признание в узком круге специалистов, хотя соглашусь, что, допустим, существует довольно много таких побочных механизмов получить признание, получить, возможно, славу, это и участие в каких-то конкурсах, и за счет Appstation и так далее. Кроме того, я бы еще выделил такой аспект признания, как на студийном уровне, то есть гордость за свою студию, по аналогии, допустим, с футбольным клубом, так и на национальном уровне, допустим, как сборная страны. В общем-то, одним из моих драйверов, личных в этой связи, является, конечно, гордость за киевскую студию, поэтому во многом очень большое количество действий, стараний направлено на то, чтобы в Киеве была полноценная арт-команда, которая занимается ААА-играми. Вот. Переходим к, собственно, структуре разработки контента для ААА-игр. Как правило, существует лид-студия, которая задает direction, определяет тегидлайны по разработке, и также, как правило, в большинстве случаев создает бенчмаркет. Которым дальше создается основная масса контента. Во многих, я думаю, даже в большинстве ААА-студий существует один или несколько ко-дев-студий, которые занимаются feature-related контентом, то есть производят какую-то часть игры, и, соответственно, под нее создается и артворки в частности. Для примера могу привести эволюцию киевской студии. Изначально все рассматривали Киев как технический хаб. Здесь делались порты сначала на Mac, потом на PC. Но со временем, в общем-то, начали добавляться какие-то фичи, и развиваться другие job family от технических артистов до геймдизайнеров. Соответственно, таким довольно длительным эволюционным путем мы приходим к тому, что теперь это не какой-то внутренний аутсорс или не тех хаб, а, в принципе, полноценная КДФ-студия, ориентированная на разработку фичей тоже. Вот. Если остановиться на таком интересном моменте, почему ни в Киеве, ни в других городах бывшего Советского Союза не развивались крупные внутри аутсорсные студии, хотя довольно много аутсорсных компаний, которые делают контенты для Activision, для Electronic Arts, да и для Ubisoft, я бы, наверное, сказал, что первой причиной является то, что сначала необходимо построить сильную менеджерскую команду, чтобы производство больших объемов арта было прогнозируемо и управляемо. Собственно, вот в Киеве это сейчас происходит. Ну и плюс фичер-ориент, КДФ начинает развиваться только сейчас. На мой взгляд, первой причиной является то, что профессия геймдизайнера как такового, как аунера определенной фичи, она тоже достаточно слабенькая была на начальных этапах развития геймдевов на постсоветском пространстве, и только сейчас уже появляются и молодые специалисты, и, в общем-то, старики, так сказать, усиливаются в теоретических знаниях, ну и, естественно, используют при этом свой серьезный опыт. Ну, в общем-то, внутренний аутсорс, наверное, стоит отметить, что, допустим, в Ubisoft существует специализированная студия, которая занимается производством контента для различных брендов, и во многих других AAA-компаниях ситуация приблизительно такая. Ну, внешний аутсорс, наверное, понятен. Понятно, откуда он происходит, и действительно при производстве AAA-игры количество контента просто невероятно большое, и справиться только индорс-специалистами довольно сложно, плюс, наверное, не стоит забывать, что игра производится относительно контента нелинейно, и на некоторых этапах просто простой художник, который находится в ЛИД-студии, и частично в КД-студии, он дорого обходится, поэтому это экономически нецелесообразно. Вот, далее, двиняемся далее. Что же следует из того, что производство AAA-игр довольно объемно и имеет достаточно сложную структуру своего взаимоотношения между различными производителями контента внутри большой корпорации? Ну, например, тот факт, что самый простой вход в AAA-это это UI-артист, поскольку большинство, я бы сказал, как и фичей на портирование, так и других технических моментов, они так или иначе связаны с UI-ем и целесообразно в команде программистов, чтобы находился UI-артист. Поэтому, допустим, для Киева первые художники, которые появились здесь в студии, они были UI-артистами. Причем интересный факт, что, естественно, приходили люди, не обязательно исключительно ориентированные на производство UI, были, было много концепт-артистов, которые для того, чтобы попасть на 3PLA и переквалифицировались в UI-артистов. Они делали попытки предложить свои услуги, как-то попытаться создавать концепты для игр, но, как правило, заканчивалось провалом, просто потому, что на тот момент в Киеве не было полноценного разнообразия JobFamilies и из-за этого, в общем-то, необходимость в концертах отсутствовала, а объем коммуникаций между LeadStudio и KDF-студией в данном случае нивелирует, в общем-то, даже предложенные услуги хорошего специалиста по концепт-арту. Далее, фичер-ориентед-контент, как я уже, наверное, повторюсь, он возможен лишь при наличии полноценной команды, поскольку, как правило, аунором фичи является геймдизайнер, и, опять же, из-за коммуникаций целесообразно уметь артистов он-борд, только если в студии присутствуют геймдизайнеры, которые разрабатывают данную фичу. Внутренний аутсорс тоже я уже на этом остановился, он возможен только при наличии существующей большой контент-команды и отдавать какие-то маленькие вещи вне смысла не имеет. Во-первых, и управлять художниками удаленно будет довольно сложно, во многом и за таймшифта, ну и плюс большого импакта на разработку визуала они не внесут в силу, опять же, муфигантских объемов ассетов в AAA-игре. Далее. Из интересного. При, в общем-то, желании в деленой студии быть кодев-фичер-ориентированной командой, как правило, все равно нужно заслужить деленую репутацию, то есть продемонстрировать свои скиллы и, как правило, это происходит через портфолио лида. Определенный человек, можно так сказать, столб, пилар, и он демонстрирует свои личные качества, которые потом, в общем-то, вызывают доверие и относительно остальных членов его команды. Далее. Крайне важны, конечно же, и персональные контакты, поэтому, допустим, мы очень часто путешествуем в другие студии и знакомимся на личном уровне, поскольку личные знакомства, они очень сильно ускоряют налаживание контактов и, опять же, то же самое доверие. И из таких, опять же, выводов в Джиму довольно тяжело получить работу в крупной AAA-компании, их процент очень маленький и поэтому, допустим, в Киев сейчас женами берут только UI-щиков, хотя бывают и исключения и, допустим, есть пример Level Artist у меня в команде он сейчас в статусе интерна и иногда промоушен происходит, допустим, из отдела тестирования. В частности, для UI-щиков в Киеве и же кейсы тоже будет. Я думаю, что когда-нибудь будет также открыта интернатура, она уже существует в Киеве для программистов, в принципе, довольно серьезный отбор, многие люди, уже работавшие женами, даже медлами, приходили в Киев интернами на программирование, ну, наверное, оно того стоит. далее. Останавливаюсь на таких характерных, в общем-то, требованиях к скиллсету для UI-артистов, концепт-артистов и 3D-артистов, поскольку структуру Ubisoft Art Direction, допустим, на анимации не распространяется. тех артистов тоже больше относятся к отделу разработки. Вот. Первое, что нужно сказать, довольно важен технический бэкграунд, либо для такого чистого гуманитария стремление его изучать, поскольку довольно большой кусок работы для UI-артиста является интеграция UI-а через флэш, либо автор-эффект, либо какой-то внутренний тулсет. Поэтому довольно неплохо, когда UI-щик имеет опыт работы с Unreal или Unity по части интеграции интерфейса. Разумеется, хорошее знание теории, цвет, шрифт, верстка, большие студии и крупные проекты не могут себе позволить допускать ошибки в этой области. Это касается UX-а, и UI-а, поэтому фокус на этом тоже присутствует довольно серьезно. Как правило, требуются также презентационные способности, поскольку обычно какая-то часть работы презентуется UI-ному арт-директору и HR-неру, поэтому разумеется, для эффективной коммуникации все должно выглядеть понятно и привлекательной. Также надо сказать, что универсальность тоже должна быть на высоком уровне. Я бы такой пример привести, что допустим, такой Job Family как просто 2D артис не существует, и для UI-щика в отличие от казуала или мобайла допустим, какую-то иконографию никто отрисовывать не будет, и соответственно из-за интересного, что в силу сложной структуры все артисты достаточно специализированы, то есть есть определенная презентейшн тема, но она никогда заниматься после UI не будет. То же самое и маркетинг тема, которая готовит материалы вовне, я бы сказал, она тоже имеет свой скоп, и производить ассеты непосредственно для игры она тоже не ставит. По концепт-артисту тут, наверное, первым я поставил хороший уровень английского языка, поскольку понятийный аппарат должен быть прокачан довольно сильно, и транслировать мысль гейн-дизайнера не обязательно русскоговорящего на визуальный язык приходится концепт-артисту, и поэтому его уровень коммуникации должен быть высочайше. Далее отметил бы еще универсальность, поскольку часто сталкивался с тем, что человек предпочитает рисовать только людей или только технику, это тоже довольно такой интересный момент, как правило, разумеется, все понимают, что есть абстрактный Джон, и он хорошо рисует танки, но зачастую ему приходится делать и концепты спецэффектов, раскадровку, и даже некоторые идеи для ЮАК. Далее знания 3D, наверное, сейчас уже это выглядит мастхевом для концепта артиста, поскольку в пайплайне даже для производства каких-то техники или оружия модель АРУ зачастую передается даже болванка, которую концепт артист смоделил сам, раскрасил, показал материалы, это экономит и время 3D артиста и самого же концепта артиста ему не нужно рисовать очень много видов своей работы. в общем-то, каких-то каких-то недопониманий либо дополнительных трактовок также не присутствует. Далее остановлюсь еще на быстром концептировании идей. это может быть не очень привлекательная часть работы для концепт-художника, поскольку он просто положить потом в портфолио это не сможет, но в ежедневной работе это занимает довольно большое количество времени, процент рабочего времени концептера, и поэтому нужно это принимать и в общем-то полюбить. Далее качественный мудбординг. тут такой момент отмечу, что бывают случаи, когда качественный мудбординг занимает большую часть собственно рисовальщицкой работы концепт-художника, особенно если речь идет о играх связанных с реальными событиями какими-то тогда важно уметь быстро искать референсы и описание к ним и презентовать это талия 3D 3D художникам. Причем я встречал случаи, когда были серьезные видопонимания между 3D отделом и концепт-арт отделом. В общем-то это очень серьезно увеличивало косты на разработку контента. Далее из таких интересных моментов я бы еще отметил некоторое различие по моему опыту между концепт-художником на Западе и здесь. Концептеры с постсоветского пространства довольно часто сфокусированы на функционале своего концепта. Я бы не сказал, что это плохо, но к примеру концепт-художники на Западе они больше фокусируются на визуальной форме. Наверное идеальным вариантом было бы так сказать объединение двух этих направлений, но нужно иметь ввиду, что иногда возникают недопонимания на этой основе. Далее наверное отметил какие личные наблюдения. Бывают случаи, я только что говорил о том, что неплохо быть коммуникативно развитым, но в реальности бывают случаи, когда концепт арт-отдел довольно закрытый и работает только по геймдизайн документам либо сигналам от креативного директора и из-за этого в общем-то далее возникают серьезные проблемы уже непосредственно в реализации концепта, его функционирования и так далее. Плюс стоит отметить, что нужно быть внутренне готовым к просто огромному количеству итераций. Структура триплэйн проекта она сложна, я опять же повторюсь, в процесс вовлечено очень много людей, поэтому процесс апрува одного концепта в сравнении с индии игрой или с какой-то middle scale игрой он существенно больше. Иногда, разумеется, да и по себе знаю, что бывает морально тяжело интервировать один и тот же концепт огромное количество раз, но это реальность на крупном проекте. Далее перейдем к 3D художникам. тут интересный момент, опять же, связанный со специализацией. Зачастую люди фокусируются на чем-то одном, допустим, я моделю только персонажей или я моделю только здания и так далее. Для, наверное, крупного лид-студии такая ситуация окей, там действительно в таком виде существует 3D department здесь же допустим для кадет-студии, которая контент-ориентед, feature-ориентед, здесь все-таки нужна какая-то пластичность и универсальность для 3D художника из-за того, что нету большого огромного скопа и можно было бы выбирать, поэтому зачастую 3D-шники прыгают от автомата до пиджака назад. Поэтому допустим я изменил существенно тестовое задание при наеме 3D-художника в киевскую студию и оно включает в себя как органику, так и hard surface. Далее способность правильно читать концепт. Это опять же все относится к эффективности коммуникации и скорости производства, которая опять же и так замедлена из-за длительного ревью и фидбэка. Поэтому дабы уменьшить количество итераций при производстве 3D-асет, это очень важно правильно читать концепт и делать это быстро. Ну, разумеется, общее представление правилов графики, поскольку 3D-асет не существует сам по себе, он все равно в рамках игры, в рамках какого-то environment. Поэтому довольно важно иметь и общее представление о графике композиции и ритме. Так, далее из таких особенностей я бы еще отметил очень важное свойство, это умение адаптироваться к пайплайну и игровым движкам. Почему? Потому что на довольно большом количестве триплейных игр движки пропериоритарные и имеют особенности сильно отличные от Unreal. И поэтому как бы и пайплайн зачастую тоже довольно специфический, он тоже диктуется и внутренним пулсетом и возможностями рендера игрового движка данного, поэтому на там уходит довольно много времени у 3D-художника чтобы его освоить и в общем-то свою работу максимально эффективно и красиво исполнять. Почему это происходит? Просто потому, что например Max Maya где-то экспорт происходит из Maya где-то из Макса, поэтому в общем-то даже если 3D-шник является майщиком, то какие-то представления о 3D-максе он должен иметь, чтобы просто банально правильно отэкспортить ассет в игровой движок. Отдельно также наверное отмечу, что немаловажным фактором, который кстати отличает опять же наших локальных специалистов это желание и способности улучшить и оптимизировать существующий пайоплайн, мы неоднократно это делали, поэтому в общем-то за это нас в достаточной степени и ценим. Так, приду к вопросу Relocation, он наверное для довольно большого числа людей, которые стремятся попасть в AAA он имеет очень важное значение, то есть как бы сразу скажу, что если существует такое заблуждение как серьезная финансовая в общем-то boost при приезде на запад это далеко не так, в общем-то наверное скорее там можно найти другой life environment большую секьюрной стабильность, но серьезного буста финансового вряд ли произойдет вот поэтому остановлюсь наверное на таких тезисах которые могу отметить про Relocation допустим в рамках Ubisoft существует внутренняя программа Relocation при определенном времени когда человек отработал в киевском Ubisoft не важно Бухарестском или Софийском он имеет возможность податься оплаяться на внутренний Relocation и скажем если где-то существует необходимость в таком специалисте естественно ему отдадут преференции в сравнении с внешним кандидатом и в общем-то подсаппорт с переездом очень серьезно на мой взгляд это довольно большой плюс для крупной корпорации поскольку вопрос переезда особенно я думаю после ковида будет затруднен и только большие корпорации смогут себе это позволить далее почему если имеется уже какой-то опыт работы ААА проектом почему это довольно большой плюс потому что человек уже представляет себе процессы данной компании либо в принципе другой процессы похожи в общем-то объем и структура они диктуют и внутренние законы далее плюс человек скорее всего гораздо легче адаптируется к Warflow опять же к оперативности превью к фидбэку и в общем-то это более сейфовый путь для большой корпорации западной инвестировать в релокейшн конкретного специалиста далее легче всего переехать опять UI артистам опять же потому что какой-то серьезного отличия там не существует проекты и правило особенно сейчас из-за того что метаигра объемы метаигры в рамках любого проекта очень сильно вырастают и потребность в юайщиках она остается острая очень много вакансий по всему миру для них присутствует далее интересный момент как правило при движении на запад происходит некий downgrade seniority то есть оцениваемого уровня художника извините почему это происходит я нахожу первую первую причину это все-таки недостаточное знание языка и человек не может адекватно себя презентовать и донести свою экспертизу до коллег поэтому общем-то его оценивают из-за этого ниже чем он может быть технически ниже его технического уровня который объективно он имеет ну и плюс иногда это связано с ментальностью с какой-то закрытостью и это тоже может проэффектить на восприятие специалиста на восприятие его скилового так дополнительно для концепт-артиста я еще раз повторюсь это знание языка который критично важен и при дальнейшем его эволюции например в арт-директора далее я достаточно много встречал концепт-артистов которые сфокусированы на себе интровертный тип такой мне кажется вот этот вот скил общительности нужно максимально развивать именно для концептера далее обязательно также нужно работать над широтой взглядов обтекаем понятие но тут наверное надо сказать что мы все воспитывались вырастали в определенном культурном поле наши источники получения информации и так далее не отличаются от западных поэтому сейчас наверное легче поскольку мир стремится глобализации но тем не менее это все равно зачастую очень сильно очень сильно мешает концепт-художнику с территории постсоветского пространства адаптироваться к желаниям требованиям арт-директора кто имеет западное происхождение и креативного директора также вот поэтому посоветовал бы наверное как-то стараться черпать информацию с максимального количества источников не знаю пытаться понимать шутки или какие-то культурные референсы западного западного происхождения далее ну и наверное так завершу это все такими хинтами типсами по хайринг процессу первое что нужно сказать что я в принципе имел опыт собеседования совместной из директорами слит студии поэтому какое-то для себя представление об отличиях получил первое что очень важно резюме и портфолио всегда должны быть up to date тут проводя собеседование в киевской студии всех художников и в одесской в общем-то я во всех принимаю участие могу сказать что обратил внимание что зачастую портфолио находится в очень разобранном состоянии присылается в какой-то совершенно неудобоваримой форме и в принципе это может даже на этапе скрининга когда до арт-директора или до леда профайл человека просто не дойдет на западе это произойдет с еще большей вероятностью поэтому опять же совет все время все время заниматься этими вопросами далее из интересного софт-скиллы скорее всего будут иметь значение и на техническом интервью особенно если вас интервью интервью лидер директор для себя для своего отдела поэтому наверное тоже опять же возвращаясь к открытости к общительности стоит обращать внимание на эти нюансы не менее чем на свои технические скиллы далее вот я уже об этом говорил что западные интервьюеры зачастую прям конкретно проверяют подходит ли определенный кандидат в определенную команду задаются вопросы и на техническом интервью в частности плюс важный аспект это все-таки интервьюер важно знать будет ли кандидат интересна работа на данном в данном конкретном месте в данном конкретном отделе в данном конкретном скобле из отличий могу сказать что был удивлен но вполне себе могут задать теоретические вопросы что для вас дизайн система что 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 вы понимаете под понятием UX далее обязательно спросят про pipeline то есть скорее всего технического специалиста который присутствует на интервью он будет интересоваться как вы это сделали насколько вы понимаете pipeline насколько оптимально вы в общем-то исполняете его далее по техническому заданию соответственно аналогично pipeline придется дать объяснение по выбранным решениям для артистов и для концепта артистов верно и эти ответы они как бы тоже демонстрируют образ мышления человека серьезно принимаются во внимание также надо понимать что принимать фидбэк хорошо признавать свои ошибки хорошо прямо на собеседовании и оценки тестового тоже говорит о гибкости о том что человек в принципе сможет адаптироваться к какие-то отличные от прошлого опыта реалии наверное у меня все готов ответить на вопросы да очень интересная лекция спасибо большое тут я узнал что у вас сегодня день рождения я думаю надо вас поздравить спасибо успехов но я думаю все здоровье самое главное в это время здоровье очень важно я думаю наши зрители тоже посетители вас поздравят и все хорошо перейдем к вопросам первый вопрос у нас задала Олеся подскажите пожалуйста где вы учились после КПИ самостоятельно ну в те времена когда я в общем-то пошел на первую работу они были довольно экономически тяжелыми поэтому естественно какие-то вещи уже дальше я постигал непосредственно на рабочем месте когда получалось какие-то материалы читать сейчас это гораздо легче сделать то есть весь интернет открыт раньше допустим чтобы изучить 3D Max нужно было ехать на Петровку и покупать книжку мне кажется сейчас в общем-то все располагает к тому чтобы и самообразованием заниматься хотя надо сказать опять же возвращаясь к профильному образованию я заметил то что в западной в ЛИТ-студии с некоторым пиететом относятся к людям которые получили художественное образование у меня допустим есть двое коллег один учился художки другой нет и в общем-то иногда тот который учился он может продавить свои движения так сказать свои решения авторитета спасибо следующий вопрос задала Диана вы бы взяли к себе студента без особого опыта но большим желанием или вы не рассматриваете такие заявки ну в принципе я уже на него отвечал во время лекции наверное все-таки довольно сложно опять же потому что очень тяжело выделить время просто даже научить человека рабочим отношениям и надо понимать что чем больше чем меньше опыт у входящего на триплы тем больше времени потратит какой-то сеньор или лид на помощь я бы рекомендовал все-таки начать с таких небольших компаний инди мобайл и так далее и потом уже оплавится в более крупные корпорации спасибо следующий вопрос задала Анастасия на что лучше все-таки сделать став совершенствовать какой-то никакой скилл в 2D или все-таки прокачивать 3D то есть 3D это маст или хорошо быстро ну вот в крупной корпорации для концепт художника то есть опять же вернусь к тому что я говорил такого понятия как 2D художник его в AAA компании не существует это либо концепт художник либо это иллюстратор либо это UI поэтому если мы говорим о концепт художнике если вопрос был про концепт художника то да нужно обязательно уметь какие-то естественно неоптимальные там может быть UV раскладки исключительно моделирование но 3D я думаю год-два и уже просто без этого оно будет в масс-требованиях вакансии концепт художника для иллюстратора наверное это не так критично или для UI-щика в принципе наверное не стоит хотя лишним лишним это не будет ни для кого оно как минимум оптимизирует свой workflow оно помогает быстрее справляться с работой чем традиционными средствами рисования спасибо следующий вопрос задал алексей что скажете про реалтаймовые движки типа в рай лагина люмион андрей лэнджин и такое подобное как шорткат для ну в принципе я не знаю к сожалению или к счастью на тех проектах что я работал в юбисофте да и на прошлом опыте это все были проприетарные движки со своей со своей спецификой я думаю что в принципе анрил его изучение оно никогда не помешает мне бы хотелось поработать с анрилом мне кажется важным аспектом является тот факт что там собственно процесс экспорта контента в игру он максимально оптимизирован и художники не тратят на это много времени могут больше на креатив сфокусироваться в общем-то больше сделать за то же самое время спасибо следующее вопрос задал потерял оксана насколько ничего если на украинском языке я и соответствую у ааа проекти сказанных игр негативно чи позитивно впливает досвит в казуал си на бюр кандидат наберучи до уваги якість порткода я персонально не звертаю жодною уваги на чи займалась людина казуальными проектами чи ні для мене це немає значения по-перше має бути професійний экспириенс коммерційний по-друге портфолио не жодного вплива на май спасибо следующий вопрос задал Андрей насколько принципиально знание определенного 3d софта обязательно ли знать майя 3d макс или главное чтобы модель была сделана качественно качественно и вовремя как пояснить отношусь очень позитивно хотел бы освоить допустим мой коллега концепт художник очень много в блендере делает делает это быстро и эффективно вернусь я в принципе в лекции на этом останавливался как правило экспорт модели в игровой движок он происходит через определенный 3d 3d софт то есть в наших реалиях это 3d макс то есть где человек моделит значения особенного не имеет но тот софт который используется при экспорте модели ему все равно как-то частично придется освоить насколько я знаю я не знаю по-моему в рокстаре это это мая или близок сейчас точно скажу врать не буду но в общем-то существует и обратная ситуация когда экспортить нужны из мая если ты работаешь в максе то в любом случае познакомиться с мая придется насколько я знаю пока из блендера такого томсета нету во всяком случае в крупных компаниях на крупных проектах думаю что это не за горами может быть даже станет как бы сэмплом индустрии спасибо следующий вопрос скажите пожалуйста можно попасть в интернатуру в диписофт наш киевский офис и если да то как узнать за интернатурой сейчас интернатуры для художников пока не существует я сказал что надеюсь что она скоро появится для программистов есть есть какие-то насколько я знаю анонсы в определенные даты там происходит конкурс происходит собеседование по-моему даже тестовое есть таким образом можно попасть спасибо есть ли разница трудоустройства в разные офисы юбисофт Киев Париж Канада и прочее если человек из России человек из России в принципе вот у меня в команде есть несколько россиян естественно определенные сложности в киевский офис возникают то есть допустим в ковид реалиях беларусь может начать и удаленно работать с гражданами российской федерации мы не можем подобного рода трудовые отношения иметь думаю что для парижской или монреальской студии абсолютно никакой разницы нету дожиданства кандидата в принципе для киевской нету спасибо следующий вопрос задал Виталий он хочет спросить что по поводу основных требований для техартистов да это интересный вопрос ну как я уже сказал техартисты сейчас больше тяготеют я бы сказал к программистам из-за сложности тулсета из-за сложности движка из-за просто безумной необходимости в оптимизации вопросы памяти наверное конкретно для я могу сказать только по достаточно локальному участку здесь в Киеве техартисты у меня в команде они занимаются помощью в экспорте ассетов для 3D художников то есть в принципе энджин знания должны быть довольно высокого уровня они опять же должны хорошо понимать в форматах в текстурах я не знаю в общем-то вот в моделях освещения очень неплохо бы на каком-то уровне язык шейдеров знать и из таких особенностей киевских техартистов они конкретно здесь на Watch Dogs Legion они занимаются еще и спецэффектами но допустим из особенностей техартистов которые на другом бренде там большой упор на Гудини и генерацию мира то есть это одно из основных заданий занятий на проекте спасибо следующий вопрос от Станислава он вас поздравляет с днем рождения такой вопрос расскажите пожалуйста больше про аутсорс какие требования к партнерам вот если мы студия фотограмметрия и создаем 3D персонажей на основе скана головы и тела готовых к анимации использования в игровых движках насколько реально с вами запартнериться я лично знаю кейсы когда при мне в общем-то связывали с аутсорс студией и там размещали заказы скорее всего я не знаю можно написать оставить наверное какие-то свои контакты как правило реквест происходит когда на конкретном проекте возникает определенная необходимость в данных услугах в принципе могу сказать что любой мейджор занимается и внешним аутсорс наверное имеет смысл обратиться во все крупные компании с подобным предложением спасибо большое за ответ следующий вопрос от Константина если у меня есть если у меня опыт работы если у меня есть опыт работы в 3D более 3 лет небольшой опыт в Unreal Engine 4 есть ли шанс устроиться левел артистом environment артистом и топ студии ну наверное это зависит в общем-то от профессионального уровня я думаю что 3 года это уже гораздо легче не хочу рекламировать киевский Ubisoft но наверное да такой промежуточный трамплином он все равно является если есть безумное желание уехать на запад вот с озвученными в общем-то параметрами профайл будет рассмотрен спасибо и последний вопрос на сегодня спрашивает у нас Алексей при приезде в США по визе специалиста нужно иметь профессиональное высшее образование если я 3d художник какое высшее образование будет считаться профилю если вопросом переезда занимается компания то насколько я знаю подтверждать образование не обязательно если человек самостоятельно это делать по какой-то там skill worker программе то тут не скажу скорее всего придется возможно инженерное образование для 3d будет релевантно спасибо большое еще раз поздравляю с днем рождения спасибо за ответы прекрасная была лекция какие ответы какие вопросы я не успел задать вы можете задать Евгению на платформе мы будем прощаться и будем идти к следующему докладу пока пока субтитры